Друзья, всем привет! Сегодня расскажу, как мы строили вот такую пристройку вместо этого крыльца. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, потому что дальше еще будут много различных обзоров на пристройки. Первым делом мы разгрузили материал. Значит, смету по данной пристройке я оставлю в конце видео. Можно будет посмотреть, какое количество ушло и сколько это обошлось по стоимости. Сняли мы крышу, отодвинули ее в сторонку, дальше продолжили демонтаж. Раскрутили перила, ну и там демонтировали пол. При демонтаже обнаружили, что сваи, которые были установлены, на ней не были приварены к головку и головок был не прикручен. Так делать не нужно. Значит, тут в чем у нас суть. Мы эти сваи выкрутим и вкрутим их на новые места. Для того, чтобы их выкрутить, мы прорезаем прямоугольные отверстия, для того, чтобы вставить лом и просто выкрутить сваи. Значит, старая пристройка была метр на три метра. Новая пристройка у нас будет два метра на четыре. Соответственно, сейчас выкрутим старые сваи и вкрутим их уже в новые, в нужные места. Еще одну сваю мы докупили, то есть всего у нас будет три сваи. Значит, вот такие вот отверстия мы сделали, прорезали и выдалбливаем молотком, для того, чтобы пролез лом. Все, дальше вставили лом и просто по часовой стрелке, против часовой стрелки выкрутили сваи. Значит, посмотрели на них, они достаточно хорошего качества. Ничего с ним не произошло. Значит, сваи были установлены где-то примерно четыре года назад. Дальше мы наметили контур, куда у нас будут закручиваться новые сваи. И сделали, ну, выкопали приямки. Потом вставили эти сваи и закрутили. Значит, сначала мы закрутили по краям сваи, потом центральную. Значит, у нас есть такая приспособа сваикрут. Сделали мы, мы его сварили сами. Там, если будет интересно, расскажу, из чего он состоит, как сделали. Он просто работает на бензине и завикручивает, в принципе, любые сваи до, там, сто восьмого диаметра. Пробовали, легко крутит. Значит, сначала, ну, сначала закрутили крайние сваи, потом центральную. В принципе, при разметке не забывайте проверять не только расстояние от дома до сваи, но еще и диагонали, чтобы у вас получились углы по 90 градусов. Вот такой вот промежуточный... А, нет, это уже окончательный вариант. Закрутили три сваи. Два метра от дома и четыре метра между крайними сваями. Центральная посередине. Дальше мы прибуриваем доску, на которую будем устанавливать влаги. То есть, предыдущая коллекционная стояла... Доска была точно такая же, только она была короткая, трехметровая. Нужно установить четырехметровую. Мы отпилили четырехметровую доску и на анкера прибуриваемся к бетону. Здесь бетонная плита, монолитная, поэтому нет никаких проблем. Взяли бур и прям насквозь пробуриваем эту доску к бетону и закрутим анкера. На четырехметровую длину у нас получилось шесть анкеров. Мы взяли пробурими, взяли анкер, забиваем его и потом докручиваем. Докручиваем обычным ключом. В принципе, ничего трудного нет. Да, заранее посмотрите, чтобы эта доска была по уровню. Самое лучшее использовать в таком случае лазерный уровень. Дальше, чтобы проверить наши диагонали, мы просто приставили лист USB. У него углы все под 90 градусов. Мы вплотную к дому прислонили. И выставляем уже четко лежень, на который будем устанавливать уже лаги пола. То есть, вот эта вот кромка листа, это у нас будет окончание стены. Обратите внимание, что если вы используетесь таким способом, то нужно прижимать один край листа к дому, чтобы он не отходил. Тогда будет все ровно. Дальше перебиваем лаги. Значит, лаги делаем шагом 58 между ними. И потому что будет утеплитель, лаги у нас взяты 40 на 150. И торцевая вот эта доска тоже самая, 40 на 150. Здесь мы используем небольшой трюк. Мы расстегнили пленку и прикручиваем сверху USB. Но это будет низом пола. То есть, это черновой пол. Мы эту всю конструкцию сейчас прикрутим и перевернем ее на 180 градусов по оси X, можно так сказать, и потом на 180 градусов по оси Y. И это у нас будет низом. Почему мы так делаем? Потому что это очень удобно. То есть, не нужно никаких закладных делать и всего остального. Самый простой, быстрый, удобный способ. Все, мы сделали USB, прикрутили и сдвинули уже на пол. Сейчас ее просто перевернем. Значит, и вставим лаги пола уже на ту доску, которую мы только что прибуривали. Вот мы перевернули и установили доску. И просто поставили. Значит, вот у нас USB, который мы прикручивали, оказалось снизу. Дальше мы приступили к утеплению. Утепление у нас было здесь 50 миллиметров всего. Но обратите внимание, по периметру, по кромке мы заполняем на всю ширину доски. То есть, у нас сечение здесь 150, мы заполняем на 150 миллиметров. Если бы у нас были бы 200 доски, а утепление 50 миллиметров, мы бы все равно по периметру заполнили бы 200 миллиметров. Это нужно для того, чтобы отсечь полностью внешний контур от улицы. Дальше мы делаем настил из обрезной доски 40 на 150. Ну, здесь, в принципе, ничего сложного нет. Просто застелили полностью доску. Застелили. На этом окончился у нас первый день. И вот такой результат работы за первый день получился. Вот, в принципе, в ускоренном режиме, что происходило в первый день работы. Ну, вот начался второй день работы. Мы приехали и увидели то, что немножко сваи были выше, чем нам нужно. Поскольку у нас остались ушки, мы еще не прикрутили, не приварили головки. Поэтому мы сваи немножко докрутили буквально на сантиметр. И тем самым у нас пол удалось выровнять прямо в ноль. Почему мы не срезали проушины? Потому что сваи были уже и так достаточно короткие. Они всего лишь были там полтора метра. Поэтому мы решили не срезать. Там этого будет более чем достаточно для того, чтобы держать этот вес. Поэтому сваи остались проушины. Потом мы в дальнейшем взвали. Дальше мы приступили к формированию стены. Значит, первая доска, которая у нас, ну, так скажем, к забору, самая крайняя, мы ее не прибивали. Поэтому мы ее сняли, она будет лежним. Поставили вертикально и к ней уже прибиваем стойки каркаса. Значит, у нас что? У нас будет посередине дверь, по бокам два окна. Вот мы таким образом и распределяем. Берем, значит, ширина окна, добавляем по полтора сантиметра вправо-влево-вниз-вверх. По двери то же самое. И вот формируем уже вот такой каркас. Поставили стойки. И дальше приступили к монтажу ветрозащиты. Все это собираем на земле. Так будет удобнее. Значит, ветрозащита просто прибивается скобками. Каркас собирается на гвозди. И потом уже вот все собрали и приподняли. Поставили стенку. Значит, и прибиваем ее уже непосредственно к лагам пола. И поставили маленькие укосины временные, которые пока держат, пока нет стропил. Поскольку у нас внутри дом, внутри этой пристройки будет обшиваться USB-листами, никакие укосины врезать не нужно в стены. Тем более с такими окнами эти укосины будут малоэффективны, потому что они не... Ну, очень короткие получатся. Поэтому не нужно никаких маленьких там метровых укосин делать. Все и так будет очень крепко держаться. Значит, из старой крыши мы сделали козлика, на которой будем... Который поможет нам подниматься высоко. Перенесли его и демонтировали старый ригель, на который упирались лаги. Значит, мы его установим на то же самое место. Единственное, что он был трехметровый, а мы сделаем его четырехметровым. Вот здесь уже замонтирована четырехметровая доска, на которой будут установлены стропила. Значит, она устанавливается на двухсотые конструкционные саморезы. Саморезы просто прикручиваются. Дом из газобетона сделан. Обшит десяти сантиметровым утеплителем. Утеплитель пенопласт. Значит, без дункеров, без всего остального. Просто закручивается вот такой саморез. И все. Кстати, что думаете насчет такого соединения? Своё мнение я напишу в комментариях. Дальше ставим стропила. У меня палка пятьдесят восемь сантиметров. Я прислоняю к ней и ставлю следующую стропила. Монтируем на уголки. Используем черные саморезы и гвозди. Да-да, черные саморезы. Дальше мы выставляем лаги, стропила до самого конца с шагом пятьдесят восемь сантиметров. Прикручиваем их на уголки и на гвозди. Ну и саморезы. Значит, после установки мы натягиваем пароизоляцию. Значит, снаружи помещения ветрозащита, внутри пароизоляция. Значит, дальше кручиваем USB-листы. И, значит, совет такой, если есть возможность потолок утеплять сверху, обязательно это делайте. Потому что снизу это, во-первых, очень трудно сделать качественно. Во-вторых, занимает больше времени. Всё. Значит, после потолка прикрутили листы USB. Вставляем утепление. Утепление у нас везде пятьдесят миллиметров. Здесь, в отличие от пола, по периметру, не нужно прокладывать полную высоту. Вот так пока конструкция выглядит издалека. Вот совет. Окончательное утепление сверху. И можно приступать к ветрозащите. Значит, натянули ветрозащиту, прибили бруски вентиляционные и делаем обрешетку. Поскольку у нас здесь металлочерепица, то вентиляция нужна в любом случае. Очень сильно конденсирует. И поэтому, чтобы проветривалось, вентиляцию делать обязательно. Шаг между брюшотин 35 сантиметров. Здесь нас подвела техника. Поэтому такое качество видео. Дальше мы накрыли металлочерепицу. И приступили к монтажу окон. Значит, окна монтируются на специальные пластины. Сейчас я вам их покажу. И самое главное здесь, что выставить уровень. То есть, вот пластины прикручиваются с торца окна на саморезы. И обратите внимание, что если окна выставить не по уровню, во-первых, створки будут тереть. Во-вторых, когда створка открыта и окно куда-то в какую-то сторону завалено, то оно либо будет постоянно открываться, либо будет постоянно закрываться. Поэтому при установке подойдите к этому вопросу. Достаточно важно. И обратите на это внимание. Значит, перед тем, как запенивать, проверьте уровни и откройте створку. Ничего не должно тереть. У окна есть регулировочные болты. Но если выставить окно не по уровню, может получиться так, что и регулировочных болтов не хватит для того, чтобы отрегулировать створку. Все, значит, установили окно, запенили. Приступили к установке второго окна. Здесь я ставлю вот эти вот доски, прикрутил. Они регулировочные для того, чтобы мне сделать окно заподлицо с наружной стеной. Вот, обратите внимание, вот эти пластины есть, монтажные. Они как раз для каждого окна свои. Потому что профиль бывает 60-70-й под разный профиль монтажной пластины разной ширины. Вот она, пластина, защелкивается в профиль и прикручивается саморезом. Дальше то же самое ставим по уровню и пропениваем. Значит, вот эти доски ограничительные. Они, в моем случае, мы с этим делаем сразу же вплотную. К стойкам. Поэтому мне нужно было, чтобы рама окна была заподлицо. Поэтому, чтобы это сделать легко и просто, я вот выставил эти ограничительные доски. И при монтаже упер их. Упер раму в доски. И все прикрутил. Дальше приступили к монтажу двери. Значит, с дверью тоже есть одна особенность. Дверная коробка имеет наличник. Значит, а этот наличник должен прикрывать сайдинг. Среды сайдинга. Значит, соответственно, при установке коробки нужно это учесть. И коробку выдвинуть на 1 см на улицу. Для того, чтобы под наличник можно было завести сайдинг. Чтобы выдвинуть на 1 см, я просто обрезки USB подложил под наличник. И прижал вплотную. И таким образом получилось, что я коробку выставил наружу на 1 см. Ну, на 9 мм. Но погрешность очень маленькая. Поэтому можно так сделать. Дальше приступили к монтажу сайдинга. Значит, сайдинг начинается с вот этих всех доборных элементов. Значит, окно у нас будет обрамлено из G-профиля. Боковые. Ой, нижнюю и верхнюю я подрезаю под 45 градусов. И устанавливаю. Значит, вертикальные откосы я делаю под 90 градусов. Значит, вот суть в том, что снизу и сверху, по бокам наличники должны быть короче на 1 см. Для того, чтобы перекрыть монтажную пену. Значит, вот это у меня будут вертикальные наличники. Я их подрезаю специально с такой выемкой. Это для того, чтобы они могли встать в нижний профиль. Вот смотрите, какое соединение получается. Вот я вставляю. Все. Таким образом у нас будет выглядеть стык. Дальше я прикручиваю просто саморезами, клопами. Клопы, саморезы с большой шляпкой. Вот получается вот такое вот обрамление. Значит, на втором окне я делаю то же самое. На двери никакой профиль для сайдинга не нужен. Дальше приступаем к монтажу сайдинга. Значит, сайдинг начинается со стартового профиля. Мы его не покупаем, а вырезаем с панели самого сайдинга. Потому что кверху все равно ее придется обрезать. Потому что не бывает такого, что панель приходит кверху точь-в-точь. Поэтому самый оптимальный вариант это вырезать верхушку от панели и сделать из нее стартовый профиль. Прикрутили стартовый профиль и вот вставили первую панель. Значит, обратите внимание, что она должна защелкнуться снизу. Обращайте на это внимание. Там бывает так, что пазик не попадает в защелки и панель начинает болтаться. Поэтому лучше всего заглянуть под низ и посмотреть, что действительно пазики встали вместо-вместо. Дальше подрезаем сайдинг по размеру и вставляем. Значит, при монтаже сайдинга нужно учитывать момент, что сайдинг должен быть немножко короче, чем ширина посадочных мест. Для того, чтобы при нагреве, когда он нагревается и остывает, у него была возможность гулять. Значит, саморезы у сайдинга прикручиваются тоже не до конца. То есть, там примерно можно оставлять 3-4 миллиметра, для того, чтобы как раз этот сайдинг мог гулять в летний и зимний период. Значит, вот такой сейчас промежуточный результат получается. Продолжаем дальше. В принципе, чтобы запилить все эти элементы, просто я прикладываю сайдинг и отмечаю таким образом, чтобы выпилить нужную форму. И вставляю и прокручиваю. Особо ничего сложного, даже сайдинга нет. Окна у нас симметричные, поэтому что на правую сторону, что на левую, одинаковые кусочки для сайдинга. Значит, можно там примерно 20 сантиметров у меня есть. Значит, можно сразу напиливать 8 штук и вставлять один за одним. Значит, обратите внимание, что когда подходят сайдинг кверху, у нас присушение на пристройке 4 метра, длина панели 3,60. Соответственно, самый оптимальный вариант при сложной подрезке, это когда идут окна, дверь, стык сделать посередине. Тогда будет проще вставить панели друг в друга. И тем более над дверью стык всего лишь там 10 сантиметров, поэтому это не будет остаться в глаза и будет красиво. А в конце, когда мы подошли к свесу, мы взяли ту первую панель, от которой мы отрезали вверх. И теперь отрезаем низ. Вот видите, сантиметров 5 нам не хватает для того, чтобы дошить вверх с веса. А начало мы уже взяли для того, чтобы это было стартовой панелью. И тем самым мы сэкономили и без покупки стартовой панели, значит, смогли начать зашивать сайдингом. Так что имейте это в виду, можно немножко денег сэкономить. Тем более, что практически всегда верхняя панель, она срезается. То есть не бывает такого, что панель приходит четко всей своей высотой. Дальше мы, значит, делаем свес. Свес, значит, ну, можно делать по-разному. Но я прикрепил G-профиль к стене вплотную и уже вставил один G-профиль. У меня подошел к стене, второй у меня G-профиль подошел к дюймовке. Дюймовке, которая у меня лежит в качестве обрешетки под металлочерепицу. Значит, и удачно здесь длина свеса подошла. Я просто одну панель сайдинга загнул пополам и вставил ее цельной панелью. Значит, потом приступили к монтажу торцов. Здесь, в принципе, все то же самое. Я взял обрезки от панелей, которые у меня оставались, срезал с них вверх. И точно так же это стало стартовой панелью. Да, обратите внимание, что я, в принципе, никакого уровня при монтаже сайдинга не использую. Я ориентируюсь на обвязку, на окна, на дверь. Потому что у меня они все выставлены по уровню. И можно от них взять и смотреть, ровно идут панели или нет. Продолжаем зашивать торец. Здесь панельки идут со стыком. Это делается в целях экономии. Значит, у сайдинга есть стыковочная панель. Но чтобы ее не покупать, в целях экономии решили без нее делать. Значит, здесь, каково правило, длинную панель я ставлю к углу. Коротенькая панель, кусочек, там сантиметров 50, примыкает к дому. Значит, чтобы стыка не было видно, у меня длинная панель заходит сверху за короткую. Тогда с дороги мы никаких стыков вообще не видим. И так получается красиво. Дальше, значит, чтобы подрезать угол, я отменяю просто рулеткой наклон и переношу его на панель. И просто прорезаю. И получается, что у меня панель подрезана по скату крыши. Дальше я проделываю G-профиль и зашиваю свес. Просто вставляю панели, подрезаю под размер и прикручиваю саморезами. G-профиль я делаю по кругу, то есть к стенке и к планке карнизной. Тем временем внутри обшиваем USB, взбиваем гвоздями, прикручиваем саморезами. Вот такой пока предварительный результат получается. Дальше будет еще это USB обшиваться вагонкой. Поэтому тут в принципе запил достаточно грубое. Но это все перекроется уголками, плентусами и вагонкой. Значит, дальше я приступил к монтажу ступенек. Ступеньки делаем из того, что есть. Они в принципе будут временные. Но достаточно надежные. Значит, чтобы их сделать, нужно... Ширина будет 1 метр. Я из доски 40х150 напилил метровые заготовки. Это будет ступенями. Дальше я нашел брус 100х100. Это будет основание. Значит, он до этого был стойками крыльца. Значит, я приколотил. Дальше я ставлю на ребро такие же доски 150х40. Значит, они будут задавать высоту ступенек. Значит, здесь прикрутил саморезами на торец. И также добавил две доски. Две доски у нас дают как раз ширину ступеньки. Точнее, ширина метр, глубина 30 см. Вот, приколотил доски. И дальше ставлю следующую доску на ребро. И прикручиваем саморезами. И прибиваем гвоздями. Вот эти торцевые доски. Это дюймовка. Прибиваем по два гвоздя. Вот такой вот промежуточный вариант получается. Вот эта вот верхняя площадка, самая верхняя. И она делается пошире. Для того, чтобы было удобно, когда вы уходите из двери, чтобы не целиться ногой. А встать удобно на площадку, выйти. И уже потом развернуться и прикрыть дверь. Поэтому ее можно смело сделать там полметра, 60 см. Такой шириной тогда будет удобно пользоваться. Ну, дальше просто проколачиваем конструкцию. Потом я поднимаю. И отпиливаю лишнее паркеткой. Заподлицо с последней ступенькой. Ну и все. Такой вот окончательный вариант. А, ну и сзади еще одну доску прибили. Для того, чтобы ступеньки были жесткие. Ну и все. Пока подложили на подкладки. И готово. Вот такой вот окончательный вариант получился. Если у кого остались какие-то вопросы, спрашивайте. Подписывайтесь на канал. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok